Я хочу своей жизни, и что... Да, меня надо поддерживать, да, сном нужно быть, но не власть и не навязывать свое. Что у меня есть в своей жизни, что я хочу чего-то другого, не то, что было у мамы. А чем это отличается от того, что ты думала о себе и своих отношениях с мамой? Я просто хотела сбежать, и... А теперь? Теперь я все-таки не хочу сбежать, но я хочу, чтобы... Своей жизни. Но я бы... Своей жизни это не означает бегство, ведь, правда? Можно сбежать другого города, другую страну, но это не означает, что если ты не научилась своей границе отставить, то там не будет других людей, которые смогут тебе опять навязать. Понимаешь? Что тебе надо делать первым делом, для того, чтобы начать отставить свою границу? Поговорить с ней, четко выразить, чего я хочу. Для себя что делать? Для себя... Знать, чего я хочу и найти в себе силу более... Не брошусь с витринными милициями, правда, а знать, чего я конкретно хочу. Смотрите, разницу чувствуете между бороться с мамой, да, и научиться выражать свои желания, и научиться выражать именно то, чего я хочу. Знать, чего я хочу. И знать, чего я хочу. Бороться с мамой и пребывать в состоянии, которое я как-то называла? Подавленности. Подавленности. Или все-таки, да, выражать то, что я хочу таким образом, чтобы границы мои были. Когда твои границы расширяются? Давай настоящий еще раз. Да нет, просто для эксперимента. Когда твои границы расширяются, границы твоего желания, когда ты можешь объяснить не только маме, но и любому человеку, что есть твое, а есть мое, то какой становится твоя жизнь? Нет, ни в чем. Я понимаю, что у меня все-таки есть сила воли, у меня есть... Ну, я... А какой становишься ты, когда у тебя есть сила воли, тебе легко? Уверенная мне... Уверенная такая. Ну, я не знаю, что показать, но я уверена в том, что... Чего я хочу, что если и так будет, то все будет у меня хорошо. Ты уверена, что будешь делать это с собой? Отставить свои границы? Да. Ты уверена, что начнешься делать с ними? Да. Ты уверена, что бегство в твоем случае, это путь к капитуляциям, а вот научиться отставить свои границы там? Договарились? Угу. Спасибо. Все. Такая у нас интересная история. Собирай свои границы, а то ты будешь ходить по твоему полю. У-у-у. Так. Главный зритель. Главный зритель там. И всегда, он всегда садит поименационный момент. Что? Кто? Ага, да, да. Так. Там стулья еще есть. Найдешь, да? Стой, стулья. А, вон там есть. А, что заметили? Да, что заметили, кроме линии времени. Для меня это было наглядно, потому что это было, не знаю. Так как мы уже умеем понимать. Прибыть ли друг к другу, знаем, что делать. Вот так мы якорнулись. Тут еще что-то. Натренированные, да. Ну, это все понятно, раскрылись там. Сами себя распаковали, да распаковали. Все мне рассказали, все сделали. Здесь мне понравилось, что это с посторонним, да, человеком, который не понимает. И он находится как раз в самом пиковом стоянии, да. Когда вот это происходит. И видно, вот именно мне понравилось скалибровать, не считывая. Что наблюдали из скалибровок? Давайте очень важный момент. Много чего. Много чего. Много вообще. Первое, что прям сразу в глаза. Помните, какое оно стало сюда? Бледное, как стена. А как она выглядит сейчас? Она, да. Розовый младенец. Да, улыбающаяся. 30 минут трансформация налицо. Давайте очень быстро набросаем, да. В силу того, что это демонстрация, в силу того, что человек не обученный, это заняло чуть больше времени, чем могло бы занять. Что у нас было? Давайте быстро очень. Какие приемы? Что мы делали? Шаг первый. Распаковали запрос, убедились, что это оно. Как мы убеждаемся в том, что это оно, что с этим мы работаем? Оно возвращается. Возвращается. Один раз, опять цикл замкнулся. Второй раз, опять цикл замкнулся. Третий раз цикл замкнулся, а эмоции все те же. Да, не легчает. Ну, то есть мы поговорим. Может быть такое, что поговорили. Первая эмоция пошла такая, ну, как, знаете, вот жалость к себе. А, там немножечко слезки. А все вроде и полегчало. А здесь цикл идет, идет, а эмоции не меняются, да, не закрываются. То есть симптомы, да? Да, да, симптомы. В этих симптомах, да, там, ключ к доступу к состоянию, да, у нас есть. И мы собираем его при помощи чего? Что нам помогло собрать этот ключ к доступу, к состоянию? Как мы добрались с вами? Как мы его? Мы погрузили в это состояние воспоминаниями, ассоциировали запрос по логическим уровням. Нам очень важно. Мы можем тогда л-у, да? Да, да, да. Метамоделью, логическими уровнями и якорями. То есть я еще и подъекорила состояние ее, негативность, тем же потом его все время, когда нам надо. Линия времени, выложили ее, даем возможность человеку самостоятельно решить, как это будет, в каком направлении, куда движемся. Обратили внимание, что у нас есть отрезок зачатия, да, точка зачатия и точка рождения. Как думаете, почему эти две точки мы не объединили? У нас там бывает что-то, когда нужно... Да, бывает что-то. Когда мы перейдем с вами на мастерский курс, у нас будут импринты на родительских линиях, и есть заимпринтированные состояния, которые передаются из поколения в поколение. В данном случае мы работаем с импринтом личным и собственным. Могли мы прийти сюда, вот каким образом. Шли, 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 дошли до рождения. А ничего вообще нет первого, мы не чувствуем. Мы выходим за пределы, за пределы точки рождения, озвучиваем, что мы сейчас будем делать для того, чтобы для человека не было это страшным, что он вдруг в темноте оказался или в воде тонет. Ну, по-разному люди реагируют, физиология дает разные эффекты. Особенно граждане, по-другому не называть, которые там пуповина не единожды, да, обитые, или роды тяжелые были, переход отсюда, он непростой, да, от точки рождения. Там удушения могут быть, калибровки выдавать такие. Да, да, да. То есть, ну, примеров очень много. Один из примеров, когда мужчина просто рвать начал, да, и там была ситуация с этим удушением, и, ну, то есть, к этому надо быть готовым не только нам, но и самому человеку. Он не помнит ничего, не знает, он честно станет, ассоциируется и пойдет назад. И на этом отрезке, вот этом, девяти месяцев, здесь может выпласть импринт. И вам ребенок, вот, расскажет о том, что там маму бросали, или мама бросала, или к аборту готовилась, или еще что-либо, или скандал, ну, все, что угодно, ну, жизнь, да, все, что угодно. Если здесь мы ничего не находим, то мы можем прийти до точки зачатия, и это означает, что мы пойдем на импринт. Мы там не будем искать. Это отдельная история. Там идет разветвление, да, разветвление на линию по папе, линию по маме, на линии по маме и по папе еще разветвление, ну, в общем, до мамонта. Да, до мамонта можно. Линеологическая. Да, 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 вот, но вот эта часть, она вся уже эта мастер-свеглась. Мы доходим к цитату. Мы знаем, мы определяемся с вами так, что если мы вот здесь зашли от точки рождения в зачатие, в этом пространстве, мы не нашли самого первого импринта, наша задача с вами добавить человеку максимум ресурсов. И про ресурсы мы вернемся, мы соберем с вами, как это делать. Это принцип тот же самый, что и в том, что мы будем сейчас. Следующий шаг, ассоциацию, якорь на диссоциацию, метапозиция. Помним, да, когда выходили с линии времени. Это все инструменты, с которыми мы работаем, да, все, что нам надо будет. Это мы инструменты, да. Инструменты, да. И диссоциация на хозяин, якорь в своей жизни. Хозяин, автор. Это что, когда ты так была, когда нам с маленькой, что такое? Смотри, у нас, мы рассветляли вот этот момент. Мы сейчас говорим с вами о сборе информации, о том, вообще, какие инструменты использовали. Вот это то, что мы достаем наружу, да, мы убираем это состояние с целью ощутить себя вот таким, какой я есть. Мною это состояние больше не руководить. Оно перестало быть мной, оно стало... Настоящим ты делала. Да, да, да. Это все мы делаем настоящим, всем кто мы. То есть это вот... Договор, я буду тебя выводить, буду возвращать обратно, буду к тебе касаться, буду выводить тебя на линию, буду задавать тебе странные вопросы и так далее. Это же все рамка консультанта, помните? Да. Вот то, когда сидела еще Ксюша, это вот это, ключ к состоянию, логический уровень, то, что Виолетта выводила из нее, искала этот импринт. Да. Вот это все, это в пункте номер один. Это смс-ки тебе проходят, да? А ты можешь отключить это, или нет? Могу. Отключи. А то мы уже знаем, когда звук-то обогатилась. Хорошо. Следующий элемент, как он был? Обнаружение импринта и инвентаризация. То есть, что это означает, как вы думаете? Как мы поняли, что мы, ну, на мине времени, когда мы идем назад, обнаружение импринта, что это было? Как мы это... Это калибровка. Калибровка. Сколько тебе сейчас лета, и она говорит там? Мы идем с вами в прошлое, и у нас может быть два, три, пять отрезков, где человек в это состояние возвращается. То есть мы, мы говорим, мы идем в прошлое, и останемся там, где ты чувствуешь состояние? Да, 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 задача найти самое первое, но по дороге может всплыть еще, могут всплывать еще какие-то переживания. Какое-то стало, что это самое первое? Когда мы дошли до вот этого возраста, 3-4 года, я, ну, если ты обратила внимание, ее пыталась еще сдвигать, да, то есть физически, она не шла. И ты ее в 7 лет не выводила, если не выводила? Ассоциировать не выводила, нет. То есть это как выводила? Вот я нашла, это было для меня, это было что-то первое такое, явное, да, потому что все остальное на мимике плюс-минус одинаково, это не выдавало. То есть я так понимаю, что, скажем так, она в этом состоянии, как вялотекущий процесс такой, да, постоянный какой-то. Обругань? Да. Ну, уже сроднилась, но есть какие-то всплески, которые, ну, очень сильно. Вот, да, обнаружили импринкл, колесовали, и вот это вот... Какой хозяин-автор? Да, 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 и все, что касается, ну, то есть нашли его по дороге, несколько вот этих вот отрезков, нашли по дороге. Это, да, да. Филипризации и финтов хозяина, что ты сказала. Да, 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 нашли и определили, кто, где и при каких обстоятельствах. Когда мы пришли в точку там, где уже, ну, прям вот совсем, да, обратили внимание, что мы выходили... Изначивых людей. Да. Мы определяли, кто там есть, кто сказали, кто эти люди. То есть нам нужно максимально ассоциировать человека. Тебе столько-то лет. Мы можем говорить, в чем ты одета, как звучит твой голос, как ты там ощущаешь пространство. Да, потому что 3-4 годика это по-другому. Люди все большие, все очень страшно, все говорят громко, да, то есть это по-другому уже. Кто там присутствует? И очень важно, чтобы она всегда... Человек говорил от первого лица, от я очень ассоциировано, понимаете? То, что если будет говорить, вот там я видела, я это наблюдала, то это диссоциация. Нам нужна ассоциация максимальная. Да. Я помню, что когда Саня работала, иногда у меня бывало, что у нее все равно эта картинка. То есть она найдет, а эта картинка. Так что делать в таком случае? Видеть себя со стороны? Ну вот, да. И чаще всего ты просишь ассоциироваться, но в моем случае... А что чувствуешь в этот момент, когда видишь все это? А что происходит, когда ты внутри этой картинки? Она не хочет выходить. Не хотелось ходить. А это ответственность человека. Хочешь, работаешь, хочешь, поиграй. Ну, будешь не против вообще никак. Хотите, будешь, хотите, будут результаты получившись. Не хочешь заходить, хорошо. Такой будет результат. Не си, это дальше за травмой, не надо лечиться. Такой будет результат. То есть, если я не хочешь, то это все. Да. Здесь много нюансов. Человеку может быть искренне больно. По-настоящему. Мне просто страшно. Да, по-настоящему больно. По-настоящему может быть больно. Одновременно с этим, ну, это выбор. Там же ресурсы. В этой боли есть тот ресурс, который она может оттуда взять и пройти эту боль осознанно и забрать оттуда свой рост. Своё осознанное состояние. Что было ресурсом Ксюши вот в этой ситуации? Я не задавала ей вопросы такой, да? Ну, потому что она слово-то ресурсы не знает. Я по-другому это немножко озвучила. Что ты рады?